Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета, с нами на связи. Здравствуйте. 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 Приветствую. Накануне местные жители сообщали о прилетах в Бердянске. Окупанты молчат о взрыве и о причинах перекрытия движения по одной из крупнейших улиц города. Но вот отсутствие информации – это обычно маркер того, что ВСУ попали в цель. Виктор, что известно об этом сегодня? Есть какие-то подробности? Ну, смотрите. Так как взрыв, который прозвучал прошлой ночью, не этой предыдущей, слышали не во всем городе. Как правило, если прилет по позициям, по боекомплекту или по технике вражеской, то слышит весь город и окрестности. Как говорится, тут речь шла о взрыве меньшей силы. Как правило, это похоже на партизанские акции. Не исключено, что это была акция «Партизан» успешная. И это подтверждается такая версия, имеет право на существование, потому что оккупанты действительно перекрыли, перегородили, но больше, чем на полдня, довольно-таки оживленную улицу. Это значит, кого-то искали, да. Это значит, что они просто прятали от людских глаз то, что там произошло, результаты. В связи с этим, конечно же, местному населению никакого доступа не было. И все, что в ближайшее жилье находится, учреждение, которое есть, вход, выход был запрещен. Потому что оккупанты очень переживали, чтобы люди узнали, какой с этого всего получился результат. Но таких уже случаев было более десяти на протяжении оккупации. Это точно. С такими взрывами, с такими последствиями, с таким вниманием от оккупантов. Поэтому очень надеемся, что это была реальная акция «Партизан». Очень надеемся. Однако, к сожалению, результатов на данный момент нет. Но, повторюсь, неспроста оккупанты такой там устроили шорох и тотальный контроль, потому что, видимо, было им больно. Ну, со временем, да, все узнаем. Под постоянным огнем оккупантов десятки населенных пунктов Запорожской области. Это и Магдалиновка, Новотроицкая, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Степной и так далее. Бьют из всего. РСЗО, артиллерия, запускают беспилотники. Некоторые села без света и воды уже очень давно, да, сейчас очень холодно. Что местные жители, остаются ли там люди, как они выживают? Расскажите, пожалуйста. Ну, остатки местных жителей, это выглядит действительно как уже те, кто там остались и просто отказываются эвакуироваться. Эвакуации, насколько мне известно, были организованы регулярно силами и полиции, силами и Державной службы из надзвучайных ситуаций, и военные. Ну, все, 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 все участвовали в этих эвакуациях. То есть местных жителей остается там очень немного, если брать в процентном соотношении, это проценты уже, знаете, статистической погрешности находятся эти проценты. Но населенные пункты, это сейчас там практически никого нет, населенные пункты пытались жить и продолжать жизнь на протяжении уже почти двух лет войны. И я помню, как буквально в начале этого года еще коллеги из Гуляйполя рассказывали, как у них, допустим, там работает магазин по каким-то часам для тех, нескольких сотен или там пары тысяч местных жителей, которые могут хотя бы что-то купить, какие-то себе средства для существования, ну, в смысле продукты, товары и другое. И по состоянию на сегодня, будем так говорить, эти населенные пункты практически безлюдные. То есть единицы или десятки местных жителей на какое-то село остаются и все. То есть практически там никого нет, в том числе свет и вода. В многих населенных пунктах отсутствует более чем год. То есть там условия для проживания были давно непригодными. Суть в чем? В том, что россияне рассказывают об этой территории, как и той, которую якобы они там от чего-то освобождают. По сути, они ее освободили от воды, от света. Раньше еще потом они ее освободили от жилья. Теперь они ее освободили от людей. Мы в этом не нуждались. И это просто разруха, которую принесла Россия. Восстанавливать это она должна за свои средства, дай бог, с репарацией или по международным судам. Но жизни там абсолютно никакой на сегодняшний день нет. И, к сожалению, опасно. Летят КАБы, летят ФАБы, действительно, РСЗО, артиллерия и так далее. Ну, опасно очень. Поэтому все преимущественно перемещаются в Запорожье, либо в ближайшие населенные пункты, чуть дальше от линии фронта. Ну, сколько я знаю, далеко люди не уезжают, потому что понимают, что рано или поздно фронт будет двигаться. И они будут возвращаться, намерены отстраивать жилье, намерены отстраивать инфраструктуру. Дай бог, чтобы так и было. Российские военные устроили рейд в селе Елисеевка Бердянского района. Искали своих бойцов, которые сбежали с места дислокации. Вот об этом сообщает генеральный штаб. Проверяли частные дома, подвалы, помещения, личные документы местных жителей. И в том числе, что интересно, право собственности на жилье. Есть ли у вас информация о том, насколько вот в этом направлении распространено дезертирство среди оккупантов? Это массовые или это какие-то частные случаи? Знаете, учитывая тот факт, что такие случаи дезертирства точечные становятся известны. А оккупанты максимально пытаются их скрывать. Они очень переживают про медиасоставляющую, которая рассказывает миру, что у них дезертируют их же военные. Причем причины у них для дезертирства абсолютно разные. Начиная от непонимания с командованием. Например, они трезво и здраво оценивают силы и понимают, что их сейчас отправляют на фронт. И у них там впереди только смерть. А нечем им, бывает у них там перебои с поставками, и им особо нечем воевать. Или просто нет мотивации, потому что они приезжают и понимают, что они в Украине. И они погибнут рано или поздно. Узнают и про статистику, и про все остальное. Либо на этнической почве бывают у них проблемы. Очень часто на религиозной, на этнической почве. Потому что есть дагестанцы, есть чеченцы. Они себя ставят выше русских часто. Либо наоборот, русские пытаются приструнить Кавказ. И вот это вот нахлест получается у них на этой почве. И примерно раз в месяц становится известно о каком-то случае. То есть можно примерно понимать, что это только то, что становится известно. На самом деле дезертирство там происходит постоянно, я уверен. Причем как единичные оккупанты бегут из частей, с оружием. Так и бывает иногда информация поступает, что может целый взвод дезертировать, не подчинившись командиру. Либо командир иногда бывает может убить и расстрелять своих подчиненных. И это все, уточняю, происходит в тылу. Абсолютно не на фронте. То есть они в тылу понимают, что все очень плохо. Несколько дней они там буквально находятся и начинают трезво и здраво оценивать, что перспективы крайне плохие. Но мы всегда говорим, что нечего просто у нас вообще было делать. Ну, на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты ищут не только своих дезертиров, но диверсанток и террористок среди женщин. Вот по данным Центра национального сопротивления, оккупанты мониторят соцсети и пытаются вычислить местных жителей по предпочтениям. Вот недавно в Бердянске задержали женщину, ей 58 лет, просто за сообщение в соцсетях. И вот ей грозит 15 лет лишения свободы. Из собственного дома после обыска забрали жительницу Мелитополя. Просто она в мессенджере написала комментарии. Там 18 человек было, написала комментарии. Сообщение об исчезновении женщин поступает из Пологовского района. Скажите, возможно ли отследить судьбу таких людей и почему они взялись за женщин? Ну, они берутся за всех. Они боятся по факту всех. И несовершеннолетних, и женщин. Причем, ну, женщина 58 лет. Ну, какую она может опасность представлять на той территории, на которой невероятное количество вооруженных, невероятное количество оружия, тотальный контроль полицейский, комендантский и так далее. То есть женщина 58 лет с комментариями в социальных сетях для них является опасным субъектом. Надо понимать просто уровень их вообще, подход их и уровень их войны. То есть они воюют даже вот с абсолютно беззащитными и безоружными цивильными людьми. Кроме этого, ну, сами соцсети, знаете, мы всегда раньше обращали внимание, как в России, допустим, могло происходить за там комментарии или за какие-то лайки, антивоенные так называемые посты. Сейчас россияне пытаются это интегрировать на оккупированную территорию. И они сталкиваются с тем, что у нас люди просто живут свободно, мозгами живут свободно. И люди имеют свое мнение. У нас люди не привыкли, в Украине люди не привыкли считаться с какими-то стандартами, с какими-то устойми. У людей есть свое мнение. Также и на оккупированной территории у людей есть свое мнение. То есть для всех это шокирует, как это человек за выражение, высказывание своей позиции может просто быть, действительно иметь перспективы 15 лет лишения свободы. То есть это не то, что там штраф какой-то административный, да, или хотя бы там двух-трехдневный арест. То есть это не заходит. И они таким образом пытаются запугать местное население, запугать в том числе и женщин, которые являются вот той силой, которая, знаете, на мужчин всегда обращают внимание, они были там как бы под угрозой, потому что они могли где-то раньше воевать, служить в АТО или что-то еще. К женщинам таких вопросов нет. И женщины как бы стараются быть активными. Поэтому оккупанты поняли, что женщин надо бояться. И они мужественно несут знамя украинцев, настоящих украинцев на оккупированной территории. И оккупанты, запугивая, понимают, что они не побеждают умы и не побеждают наши души, наших граждан. Так что, к сожалению, это связано с пленом. Это связано с тем, что некоторых задерживают. Их судьба неизвестна. В плену могут забить до смерти. И потом судьба вообще неизвестна, ни тела, ничего. Либо люди находятся в плену по месяцами или больше года. И тоже неизвестно, что с ними, живые они или нет, какое их состояние здоровья и так далее. То есть они просто пытаются запугать таким образом местное население. Это терроризм против цивильного населения, вопреки всем конвенциям, вопреки всем законам, здравому смыслу и так далее. Потому что вот так они себя ведут. И знаете, я еще что подумала, вот эта женщина из Мелитополя, которая в мессенджере написала сообщение, да, это ведь наверняка кто-то сделал скрин и донес. Просто на нее донес. Стукачество, да. Стукачество и 1937 год сейчас это очень актуальная тема, которая происходит, к сожалению, постоянно. Потому что зет-патриоты, которые там, как они говорят, мы из детства за Россию были, они очень любят мониторить это все. И причем они же знают, они же местные, они очень подло знают, что это вот и там соседи, иногда родственники. Они говорят, а вот смотрите, ловите укронациста, ловите его, смотрите, как он пишет в социальных сетях. Ну и на блюдечке его дают оккупантам беззащитного, безоружного человека, у которого просто есть свое мнение. Ну, в России, вот местные, в России не могут люди поднять голову. У нас они ее никогда не опускали. Они не понимают этой разницы. Такая еще проблема. В Бердянске россияне активизировали национализацию, так называемую недвижимость, да, и работает по следующей схеме. Создают комиссии по определению бесхозного имущества. Обращаются потом в арбитраж, и суд признает имущество бесхозным, и вот уже распоряжается им так называемая местная власть по своему усмотрению. Кроме того, владельцы в недвижимости требуют, чтобы они все свое имущество внесли в российский реестр. Если человек этого не сделал, его имущество тоже могут признать бесхозным, да, и оккупанты могут получить постановление суда и требовать выселения жильцов из дома. То есть нет документов российского образца, нет дома или квартиры. Скажите, какой размах вот такого мародерства сейчас в Бердянске, в районе? Размах сейчас максимальный. Просто на данный момент жилье уже, скажем так, пытаются они перевести в правовое поле, отжим жилья. То есть по факту его просто отжимают. Его никто там, ну, эти все их объяснения, что какие-то там арбитражи, мимикрирование под правовое поле, это все на самом деле ерунда и вранье. Потому что уже больше, чем полтора года жилье занимается физически, не спрашивая ни у какого человека паспорт, ни где он находится, не оформлял он его, не оформлял. Просто им понравилось, они его забрали, отдали своим либо военным, либо приезжим из каких-нибудь там Ингушетии, Бурятии или куда-то еще, которые приезжают там на работу, на временно оккупированную территорию, либо распоряжаются по своему усмотрению, как они захотят. Сейчас просто они легализуют, пытаются легализовать этот процесс, потому что все поняли, что жилье отжимается физически, и это беспредел. И оккупанты как бы хотят угодить местному населению, что якобы они внедряют какие-то правила. На самом деле правила эти тоже невыполнимы, потому что первый вопрос по реестрам, насколько я знаю, сейчас зарегистрировать в реестре, это проблема, остается проблемой, регистрация в реестре, это один момент. Второй момент, для того, чтобы все зарегистрировать, надо получить сначала документы на себя, российские, то есть паспорт, и это, господи, код СНИЛС, так называемый, что тоже является проблемой для человека, это квест, целый квест, надо пройти, кучу очередей отстоять, заплатить взятки, чтобы получить паспорт и другие документы, чтобы хотя бы иметь право на регистрацию за собой недвижимости. То есть люди остаются сейчас в такой ситуации, что я уже, по-моему, заявлял, что человек, которому принадлежит имущество, недвижимость, жилье, там проживает, физически находится, он там прописан, зарегистрирован, но у него все равно его могут отобрать. То есть оккупанты создают условия, в которых они в ручном режиме могут показывать пальчиком на то, что им понравилось, то, что их устраивает, отбирать, физически человека выселять, в селах это все умножаем на 10, там по беспределу абсолютно, без каких-то судов, без ничего. Выселяют людей, которые живут в жилье, говоря про безопасность, что им тут якобы опасно находиться, хотя когда не было там оккупантов, опасности не было никакой. Выселяют людей, потом мародерят это жилье, вывозят имущество, которое их интересует, там разбивают двери и окна, и бросают его в таком состоянии, в нежилом, людей, соответственно, выгоняют на все четыре стороны. То есть мы даже сейчас себе не можем представить эти все масштабы, ну того беспредела, который там происходит. У людей нет никаких прав, никаких гарантий, и все понимают, что твое имущество в оккупации это не твое имущество, потому что приходят двуногие, двуногие с автоматом, у него есть сила, и он оказывается прав, он отжимает все, что ему заблагорассудится, в том числе и жилье. Оккупанты рассматривают два варианта строительства железной дороги до Бердянской. Вот по информации министра строительства Российской Федерации Файзулина, ветку могут проложить от станции Мариуполь, сортировочная, до станции Трояны под Бердянском, или от станции Мариуполь непосредственно до Бердянска. И россияне не скрывают, что вероятная вот эта вот дополнительная ветка будет использоваться для обеспечения российской военной группировки на юге Украины. Что известно еще об этих планах, да когда могут начать строительство, кто там задействован? Подготовительные работы проходят уже продолжительный период. Если мы берем восточнее, смотрим восточнее Мариуполя, то и севернее Мариуполя, то там стройка, я насколько знаю, чуть ли уже не в стадии готовой, близкой к завершению. Вот западнее, в нашу сторону, у оккупантов начались определенные проблемы, они изучили грунты, они не подходят по всем маршрутам, которым им хотелось бы, плюс близость, там, моря свою накладывает специфику, плюс рельеф свою накладывает специфику, и у них вот эти начали появляться варианты, и недавно была информация, что якобы оккупанты сейчас поставят этот вопрос на паузу строительства железной дороги. Тем самым, они признают, потому что у них проблемы с логистикой, огромные проблемы, перед тем, как строить железную дорогу, они порасширяли, где было возможно, порасширяли обычные дороги автомобильные, причем некоторые порасширяли в 3-4 раза, шире сделали, и это все было сделано исключительно для того, чтобы по этому всему ехала техника военная, то есть цивильного населения там-то в таком количестве нет, и его не добавилось, туристов нет, и железная дорога, знаете, как говорят, не исключено, или признают, что она будет использоваться для военных, для военной темы, да она и только для этого и будет использоваться, там больше ничего не происходит, ниоткуда и некуда ходить поездам, то есть это не пассажирское сообщение, это однозначно, то есть мы понимаем, что за почти за 2 года оккупации в пассажирских поездах необходимость не возникала, несмотря на 2 сезона, казалось бы, курортных, которые прошли в Беридянске и Приморске, и оккупанты рассказали там про туризм, под туризм никаких поездов нет, потому что нет туристов, это будет исключительно военная логистика, все, поэтому, знаете, я думаю, что все будет зависеть от их ситуации с логистикой в остальных местах, в смысле, сообщения с Крымом через мост, сообщения через Чангар, сообщения со стороны Мелитополя на Донецчину, на Запорожскую область, и если у них будут проблемы, они будут строить, они будут строить, несмотря на все препятствия, которые есть, они все равно будут строить, потому что там очень много дури, а их интересует война, и ума они там сильно не вкладывают, их надо, им надо, чтобы все ехало, боекомплект ехал, техника ехала, трупы увозились, и так далее, и тому подобное, все, только война им интересна, все, что касается войны, техника же может поехать не на фронт, а и под откос может поехать. И такое бывает, конечно, взрываются шкафные, взрывается полотно, взрываются, прилетают Хаймарсы по узлам логистическим на железной дороге, да, 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 и передаю привет такматским коллегам, которые регулярно отслеживают, как у них боекомплект детонирует порой сутками на разгрузке, во время разгрузки, когда пан Хаймарс прилетает по этому всему, поэтому, ну, уязвимая довольно-таки железная дорога, она ремонтируется, через тыл они будут пробовать настраивать эту логистику, повторю еще раз, все, что их будет интересовать с точки зрения войны, они будут вкладывать максимально сил, чтобы это делать. Пока денег, сил и средств у них хватает на это все. Такой еще вопрос. Боевые действия на территории Запорожской области постоянно приводят к загрязнению почвы и засорению земель. И вот, как сообщает ГОСЭКО-инспекция Южного округа, вот есть такая оценка с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года убытки от загрязнения почвы в области составляют не менее 14 миллиардов 928 миллионов гривен, да? И это только на украинской территории. А какие масштабы могут быть тоже на нашей территории, но оккупированной? В процентном соотношении все намного хуже. Я в экологии не специалист, но тут не надо быть семи пядей в лбу, чтобы понимать, что перерытые в два-три этажа укрепления, перерытые поля, посадки, посадки вырубленные, уничтоженные, которые тоже выполняли свою роль в экологии, загрязненные реки, загрязненное море, заминированные некоторые дамбы, которые будут, возможно, при отступлении российских оккупантов разрушены, и тот непоправный вред экологии, который будет нанесен еще дальше в ходе деоккупации и в ходе того, как у них будет, дай бог, происходить бегство. Это не просто масштабы будет иметь, а это будет иметь непоправимые последствия для экологии, потому что у нас всегда было в Запорожской области полоса, ну, как говорят в народе, рискованного земледелия. Сейчас это превратится вообще в пустыню по ряду причин и по минированию, и по тем самым посадкам вырубленным, и по перекопанным окопам полям, и фауна, не только флора, и фауна поменялась. То есть, в свое время на территорию Запорожской области, когда началась АТО и война на Донеччине, очень много перебежало животных. У нас появились лисы, волки, и птиц очень много перелетело, то есть, они улетели от зонных боевых действий. Сейчас эти животные, скорее всего, разошлись еще дальше. То есть, восстанавливать и флору, и фауну, и всю экологическую, этот круг, цикл экологический, это десятилетия уйдут в деньгах, возможно, мы это даже не посчитаем и не оценим. То есть, это миллиарды долларов, скорее всего, только если мы возьмем Запорожскую область. Это просто ужас, который принесла Россия своей войной, потому что это для них просто полигон военный, не цветущая, благоухающая земля, которая была. Для них это война и все, что связано с ней. Буквально еще один вопрос. Издание Бердянск-24 опубликовало то, как видит искусственный интеллект развития Бердянска при российских оккупантах. Я попрошу режиссеров показать это видео. И вот попросим вас прокомментировать знакомые локации. Насколько изменился город со времени оккупации? Знаете, тенденция, которая на фотографиях, я тоже их пересматривал со слезами на глазах, тенденция такая, как, ну и по комментарии пишут местные, они говорят, что с оккупацией оно так и будет. То есть очевидно, как минимум пустые улицы сейчас уже есть. Заросшая повсюду плитка травой, не обработанной, не кошеной, везде есть. Разрушенные, там где-то с памятников после шторма поврежденных пообсыпалась плитка, где-то порушились крыши, фасады, какая-то коммерческая недвижимость. Это никто не ремонтирует, этим никто не занимается. Мусор на улицах не убирается, практически не вывозится. То есть единственное, в чем отличие от изображений, это то, что тут просто больше зелени, которая захватила все. А так тенденция такова, что все идет к разрухе, физической, фактической разрухе. Инфраструктура, сети, трубы, все остальное, то, что мы не видим, то, что находится под землей, уже наладом дышит. То, что находится у людей на глазах, они понимают, что абсолютно никакого развития нет, никакой уборки, никакого ухода и никакого внимания нет. Очень много недвижимости стоит пустой, брошенной, никому не нужной. Никто не занимается этой недвижимостью. Наши все там памятники, какие-то интересные места тоже в разрухе, просто в мусоре, в каком-то, ну, я не знаю, там просто вот на сегодняшний день какая-то брошенная, выжженная земля, в которой нет, очевидно, нет жизни и нет нехорошего настроения, никаких перспектив, так что, к сожалению... Только российские флаги вон там есть на фото. Да, и на всем этом фоне рееет гордо, нет, там не просто российские флаги, там еще знамя победы, о которой люди уже ничего не знают об этой победе, вот, а россияне до сих пор эти нарративы пытаются засовывать в общество, а общество этого всего не принимает, общество смотрит по сторонам и понимает, что там просто ужас. Там в тюрьме люди подвергаются пыткам, можно на 15 лет поехать в тюрьму за лайк или там за репост в социальной сети и так далее и тому подобное. Вот и все. Вот что и искусственный интеллект не нарисует, а настоящий интеллект это понимает. Поэтому жуть. Виктор, спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в нашем эфире. А зрителям напомню, Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета был с нами на связи. Спасибо.